Спасибо, спасибо, запись пошла. Спасибо, спасибо, спасибо все. Я рад приветствовать Тамару Эдуардовну, равно как и всех других. Итак, я давно с вами не был в контакте. В прямом, визуальном. Достаточно много всего произошло за это время. Ну и постараемся тогда вот по всем основным моментам быстренько пройтись. И так, чтобы что-то сегодня еще нового сказать, а нового есть что сегодня сказать, чтобы не только ходить по кругу, как я уже дократно говорил, и рассказывать все время одно и то же, но с разных точек восприятия, восприятия или понимания этого дела. Поэтому давайте по очереди. Я вернусь обратно. Хотел было убрать этот слайд. Мы за землю сегодня в ответе. Скажем спасибо, завтра нам дети. Я приехал из Соединенных Штатов Америки, был в штате Флорида. Да, молодцы. Они следят за своей землей, но вопрос в том, что тем не менее, скажем, прогресс и индустриализация, которая прошлась и по этому штату, они оставляют свои следы, которые не так просто убрать и так близко какое-то время. Но не чувствуется, чтобы там шла какая-то такая, ну как бы мощная работа в этом плане. И целый ряд я в ближайшем каком-то вебинаре об этом расскажу. Какие мои впечатления. Сегодня как бы буду очень коротко в этом плане. О Диснейленде. Диснейленд, он, значит, разговор там достаточно интересный. Идет о том, что Диснейленд считает себя достаточно консервативной компанией. С одной стороны, они сохраняют как бы всю ту раритетность, которая идет от первоистоков создания этого большого центра. Но и здесь они не хотят ничего сильно менять. И даже старенькая монорельс, да, он даже не монорельс, вообще, в принципе, можно назвать это монорельсом. Вот. Он их вполне устраивает. И они там еще хотят делать ретроспекцию этого всего дела. Но разговор идет о развитии компании. И это уже идет о строительстве новых пяти, вернее, скажем, нового вообще комплекса, состоящего сначала на первом этапе с пяти городков, вот, который будет выстраиваться. Они обозначают это как строительство, скажем, части, все, что касается смарт, все, что касается, скажем, нью-теха, новой технологии. У них есть уже один, даже не один, а несколько разделов экспозиционных, но они хотят сделать целый городок такого типа. И, если я не ошибаюсь, может быть, я не совсем все правильно понял, я потом вот смотрел, что даже они хотят специальную серию мультипликационных фильмов издавать. Ну, время покажет. Вот. Теперь, что касается вообще бизнеса и возможностей Skyway, скажем, ну, вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки прямо инвестиции за пределы запрещены. Мы там этого, этим как бы, ну, не занимаемся. Вот. Но есть перспективы. Перспективы связаны с адресными проектами. Вот. Законодательности, много дыр, не буду даваться сейчас в подробности, это не тема нашего разговора сегодняшнего. Вот. Стокенизация есть, интересные моменты. Значит, по Штатам местные финансовые регуляторы, которые там в какой-то степени имеют влияние, кроме федерального и федерального государственного значит, банка, не государственного, федерального банка. Вот. Они как бы не точно регулируют, но они следят за этим делом и там, чтобы выпускать, как бы, монетизировать адресные проекты, достаточно, вот если сегодня начать, непросто. В принципе, можно, там есть свои нюансы, вот. Но, сегодня можно уже, вот, сегодня можно начинать инвестировать через токены в проекты за пределами. Так что, у нас в этом плане есть зеленая дорога. И очень большая перспектива, с кем я там общаюсь, общался, они видят мощнейшую, большую перспективу в развитии именно возможностей разгрузки определенных участков и еще больше в обработке грузов. Потому что Америка тоже очень много обрабатывает грузов, грузопотоки на именно как бы дальнобойных таких мощных машинах. Вот. И эта перспектива там есть. Но это все требует еще времени. Поэтому, дорогие друзья, мы там понемножку присутствуем. Время требуется еще, но мы идем дальше. Теперь вопросы на сегодняшний день. Сегодня мы с вами быстренько пройдемся по первым вопросам персональных комментариев информационного потока, который произошел вот за это время. Что я считаю необходимым прокомментировать. Партнерское соглашение, договор оказания услуг по привлечению пользователей сайта. Там есть много вопросов у людей возникло. Я дам комментарий, потому что для многих может быть казалось это новостью. Но прокомментирую, ничего страшного. И одиннадцатый этап. Итак, смотрите, значит, что очень важно сегодня. Я смотрел, о чем вы переписывались в чате. Те, кто переписываются и сейчас присутствуют на вебинаре. И проскочила такая мысль дисконт на пакеты акций в очередной раз будет снижен. Правильно. Это значит, что пакеты акций станут еще менее привлекательными для инвесторов. Дорогие друзья, забудьте слово непривлекательными, менее привлекательными. Что такое привлекательные? Женщина не может быть, я извиняюсь, или что-то не может быть менее или более привлекательной. Она привлекательна сама по своей существу. Ровно так и наши акции. Я извиняюсь за такое сравнение, но тем не менее. Или какая-то картина, она привлекательна по себе, вне зависимости от того. А если мы говорим именно об инвестициях, то дисконты, они в любом случае больше номинала, дорогие друзья. И до самого последнего, пятнадцатого этапа. Поэтому это с позиции, скажем, активного или неактивного человека, или который действует по принципу win-loss, как говорят англичане. Выиграл, проиграл. Надо подходить проактивно, то есть постоянно выиграл. Я выиграл, сейчас у меня была возможность. Это не значит, что надо из штанов выскакивать и теперь все бросать, вдаваться в какие-то страшные кредиты, долги, не знаю, что еще, и хватать последний. Нет, надо все делать разумно. И об этом будет, кстати, в партнерском договоре тоже несколько пунктов. Поэтому в любом случае привлекательны. Мне понравилось, как шла дискуссия, я ничего не стал комментировать. Наши доли, когда они станут так, будут всегда востребованы в силу своей привлекательности. Конечно, естественно, они сегодня привлекательны. И сегодня тоже можно было бы это делать, но это не время. То есть есть целый ряд, не будем сейчас об этом подробно говорить, целый ряд ограничений. Поэтому сегодня мы только накапливаем свои, как бы, не доли, я останусь у своего мнения, что это акции, а доли это для того, чтобы, скажем, правильно это передавались другим. Хотя, в принципе, это не совсем так. Поэтому в кабинете в конкретном разделе вы всегда можете посмотреть ваши сертификаты. Сертификаты показывают, сколько вам принадлежит тому, значит, залоговых акций, которые вы взяли себе. Да, они не активированы. Поэтому, если это угодно на каком-то рынке с юридической точки зрения говорить, что это доли, бога ради, говорите, что это доли. Хотя, в принципе, еще раз повторюсь, это не совсем так. Если видят себя, а вот, интересная тема, значит, если видят, там шла переписка, если видят себя бедными, то себя со стороны, а ты себя видишь иначе, то это и не твоя проблема. Вы знаете, одно дело, это видеть себя, и там был такой комментарий, стыдно быть от этого счастливым и ничего не делать. Правильно. Понимаете, есть разные позиции. Одно дело, что такое бедность? Бедность – это понятие относительное. Поэтому здесь, дорогие друзья, вопрос состоит больше в том, что не бедный человек, он богат ровно настолько, насколько он открыт, насколько он готов меняться и что-то делать. Понимаете? Потому что много людей, я вот следующий пункт сразу привел вам пример, что 85, некоторые источники, больше, из существующих, от 80 до 90 процентов, из существующих миллионеров и миллиардеров прошли от 2 до 5 банкротств компаний и юридических лиц. Понимаете? Это очень непросто. Это как будто сгореть полностью. Понимаете? Это надо все с нуля практически восстанавливать. Какие-то там, значит, мелочевка где-то есть, все, а остальное надо все поднимать. Я могу на эту тему тоже вам кое-что рассказать на своем личном обыде. Это не просто все. И поэтому надо что-то делать. И не что-то делать, а делать, быть активным в этом плане. Научишься быть счастливым всегда при любых обстоятельствах, то богатством. Да, тоже правильно, но только при условии проактивной позиции. То есть, всегда быть, значит, не рассматривая что-то, вот выиграю, проиграю. Вин-вин. Вот проактивная позиция. Значит, есть препятствия, но нету невозможного. Есть препятствия, их надо преодолеть. То есть, об этом уже говорили, будем еще когда-то говорить. Далее. Да, о погоде и смене времен это мы поговорим в следующий раз. Перспектива планетного времена выпуска, как токена. Вот была такая комментария, значит, прокомментирую то, о чем было в тезисах после вебинара Сергея Сибирякова, так и доли акций конкретных адресных проектов. Это значит, что все инвесторы, приобретающие доли акций адресного проекта, смогут получить в пакете токены. И ровно, как и наоборот, там было сказано, да. Вот. Да, это хорошо, но я, дорогие друзья, вам хочу сказать, по состоянию на сегодняшний день, смотрите, вот что у нас на сегодняшний день очень важно еще раз себе понимать. Есть проект X, да, на него выпускаются какие-то там токены, допустим, да, вот, прибыль от проекта X, от этого будет что-то, но, смотрите, то, чем мы сегодня занимаемся, это прибыль, в том числе от X и от всех других X, Y, Z, первый, второй, миллионный проект, даст Бог, будет у нас миллион проектов, когда-то, или там сотнями, тысячами проектов, как у мощных корпораций планетарного масштаба, это факт, это будет фактом, Global Transport Investment всегда будет 20% своей прибыли на дивиденды от всех проектов, в том числе и от X проекта, это пойдет, соответственно, в зависимости от того, какие акции у кого есть, Holding 2, Eurasian Railway Systems Holding 2, или Eurasian Railway Systems Holding, дивиденды, это акционеры, Eurasian Railway Systems Holding, Eurasian Railway Systems Holding 2 будут их получать, это разные вещи, но об этом мы немножко поговорим, но где-то сейчас очень важно, с позиции того, что, значит, что-то становится хуже, что-то становится лучше, все хорошо, надо просто правильно планировать это все, поэтому придем сейчас обратно, и теперь следующий пункт, а, тут есть вопросы, добрый вечер, пока нет вопросов, слава Богу, так, смотрите, права и обязанности сторон, это третий раздел, соглашение договора, как он там правильно называется, сейчас я вам его назову, договор оказания услуг по привлечению пользователей сайта Скавей Capital, и в связи с этим, первый исполнитель, то есть инвестор, который становится партнером, да, это партнерское принципе, это можно назвать партнерским соглашением, он оказывает услуги с надлежащей степенью предусмотрительности, дорогие друзья, не просто так сейчас рванули тельняшку на себя и пошли вперед, с требованиями действующих законодательств, в соответствии с требованиями действующих законодательствов, по месту их оказания, а не от чего-то там, это к чему, в России это российские, есть местные какие-то еще дополнительные требования, в пределах собственно профессиональной компетенции, то есть еще нужной за свои компетенции, то о чем мы все время говорим, следить, не использовать, я особо, особо выделил этот, ну вот видите здесь боковой линии, не использовать без письменного согласия, компании, фотографий, графических изображений, символики, пыр-пыр-пыр, и так далее, в том числе, опубликован на сайте, не являющийся, значит, относя, не использовать без письменного согласия, все, что связано с этим, а мы что делаем, каких только сайтов не создано, здесь нужно, друзья, полную ревизию, компания делает эту ревизию, мы находимся в новой стадии уже, все, мы выросли из, скажем, ясельного возраста, мы уже в школу пошли, практически, в первый класс, все, тут некогда в это дело, если не сказать уже в какой-то другой класс, далее, не распространять недостоверную, о чем мы всегда говорили, информацию, порочащую там информацию, какую-то вообще недостоверную информацию, а что, что, то, что бывает, вот, я там нашел на этом сайте, на каком-то чате, бог знает откуда, кто-то, чего-то, значит, вырыгнул, я прошу прощения за такую, какую-то информацию, какую-то, чтобы себе внимание привлечь, свою значимость, видите, я с кем тут это самое, грудью стал, с юницким там, с великим изобретателем, я его сейчас тут, как говорится, размажу вам, и кто-то начинает быстро эту информацию, бог его знает, с какого бодуна я прошу прощения, поэтому нельзя это делать, и дальше будет пункт, что следует за этим, не совершать и не принимать попыток совершения действий, на получение дополнительного вознаграждения, от совершенных, и так далее, я прошу прощения, мне не было просто времени сделать мелкие выдержки, я взял текст соглашения, показывал и комментирую, фактически это то, здесь сказано в пункте F, сказано о том, что для получения вознаграждения, многие, или отдельные, слава богу, не многие, прошу прощения, значит, взяли, создали какую-то свою, значит, свой партнера, который не инвестирует, а подконтрольного, да, и туда потихонечку скапливают с нижних линий прибыль, бонусы, я прошу прощения, поэтому это не совсем то, дорогие друзья, что можно делать, и поэтому, по этому поводу есть очень четкий, очень четкий пункт, значит, компания вправе проводить собственную проверку, что она и делает, время от времени, и этому следует санкции, которые очень непростые, не использовать персональные данные клиентов компании, и в личных целях, то есть, на каких-то там, допустим, начинать там какую-то другую деятельность, предлагать какие-то другие, значит, интересные на взгляд того, кто это делает, возможности и так далее, привлекать на какую-то другую деятельность, это строго запрещено, используя иные какие-то интернет-ресурсы, кроме сайта, связанные с привлечением инвестиций, проект Skyway и все, или иные проекты, которые вот с Skyway связаны, непосредственно, это говорится уже об адресных проектах, которые в ближайшее время будут включены в нашу деятельность. Далее, значит, не распространять, тут вот видите, продукцию любого характера, создавающегося объекта, исключительно прав. То есть, это повторяется, пункт первый там практически, или какой-то там был, не символику, ничего, просто так нечего лепить везде ее, понимаете? Причем, зачастую бывает так, что она откуда-то взята, не совсем соответствует тому, что есть. Если вы хотите делать приличный сайт, согласуйте, получите исходные материалы, и действуйте, но не иначе. Не организовывать, не проводить публичных, без согласия компаний, мероприятий, там семинары, вебинары, что бывает. Зачастую, смотрите, значит, человек начинал, той же самой, возьмем Бельгии, начал проводить вебинары, но, скажем, не вебинары, это даже, скорее всего, были семинары, и там от великого своего желания, она действительно такой, ну, как бы, экологически приверженной к чистоте природы, сохранению всего доброго, но, тем не менее, в великом порыве потом были такие результаты, что еле-еле удалось ее от больших штрафов спасти там, понимаете? Поэтому это тоже, и теперь переходим плавненько к ответственности сторон, дорогие друзья. За нарушение условий договора расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомим об этом. Вполне реально. И это очень непросто. Значит, компания, с другой стороны, это ответственность и сторон, компания не несет ответственности за технические неполадки и прочие сбои, работы кабинета не от нее зависящие, то есть, например, да, косвенно она несет, тот же самый Мирополис, Мирополис время от времени дает сбои. Ну, что ты ему сделаешь? Кол на голове кисать? Ничего не сделаешь. Косвенно компания отвечает, но прямой ответственности она не несет. И точно так же, как, допустим, использование там, того же Адванс Кэш, или какого-то Пейпал, или еще каких-то платежных систем, проверяется система в мерах, и каждый ею пользуется сам. Он берет этот инструмент, начинает им пользоваться. Поэтому к этому тоже надо правильно относиться. Исполнитель не несет, исполнитель, исполнитель, это, ну, скажем, это партнер, инвестор, несет ответственность по обязательствам компании перед третьими лицами. Тоже, это очень важный момент, дорогие друзья, это надо иметь в виду. А также не несет ответственность за убытки, которые могут возникнуть у клиентов, у клиентов, кого мы привлекаем, других партнеров, да, клиента компании в результате сделок или иного участия в проекте Skyway. Каждый рискует сам, поэтому это тоже очень важный момент, и это тоже следует учитывать. И очень важно, пункт 6.6, дорогие друзья, компания не является налоговым агентом и не несет ответственность за выполнение налоговых обязательств исполнителям, то есть другой стороной, тот, кто является партнером. Потому что каждый партнер, каждый инвестор отвечает за налоговые дела, за свои налоговые дела сам. Вот, и поэтому у сторон, если возникает у какой-то, или же у компании Skyway Capital, или же у партнера возникают проблемы, в связи с налогами каждый отвечает за свои дела сам. Нет солидарной ответственности. Значит, и пункт 7.6 в случае нарушения подпунктов Д, Е, Ф, Г, о которых мы говорили, в пункте 3.1 договора, вот я покажу вам его, еще раз вернусь обратно, да, вот эти вот все подпункты, да, здесь очень важный момент. Компания вправе заблокировать доступ исполнителя к кабинету и всех выявленных кабинетов подконтрольного нарушителя. И такие есть. И уже кое-что в этом направлении было сделано. И будет делаться все методичнее, методичнее. Мы, дорогие друзья, идем вперед, поэтому будьте внимательны, прочитайте, если будут вопросы, задавайте их, выясните здесь все окончательно. Владимир, значит, не знаете, будет ли на Экофесте показан вариант транспортировки контейнеров. это будет, скорее всего, один из самых прибыльных вариантов. Да, я согласен, это самый прибыльный. Решение пока не имею права вам говорить, есть, нет, это решает Юницкий его команда, именно кто занимается там. И это еще связано и с тем, что будет выставлено на инотрансе. Вот, от этого будет очень много будет ли там или будет там. Понятно, да, смысл? Но вероятность достаточно высока. Так, Владимир, в 2016-2017 году вы нам много информации давали, с которыми мы работали в предложении инвесторов. А теперь эта информация уже не актуальна, недействительна. Так, какой же конкретный сейчас работать? Тут, 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 Эмиль, Германия. Значит, Эмиль, не передергивайте при всем моем уважении к вам. Так, какой же конкретной информации сейчас какой? Которую подается правильной информацией? Она постоянно та же самая. Ничего более что-то другого не было сказано. Надо быть конкретными, если у вас есть вопрос, конкретный вопрос, говорил то, сейчас то. Если хотите здесь, задавайте здесь вопрос, нет, задавайте мне в частном чате. Я вам отвечу. информация, которая в личном кабинете не полная и не достаточная для привлечения клиентов, инвесторов. Но вы знаете, в личном кабинете и на сайте, личный кабинет, это не панацея, в личном кабинете есть фактически все основные документы. Раз. Теперь, на сайте есть дополнительная информация, есть текущая информация. делайте свои выборки из этих источников, понимаете. Можете пользоваться какими-то слайдами, которые я, но говорить, что это сказал Маслов или это Маслов показал. Если вы не уверены, что вы правильно трактуете это, задайте мне вопрос, я вам прокомментирую и всегда можете пользоваться этим слайдом. Я всегда с превеликим удовольствием раздаю слайды, раздаю схемы, если кому-то они нужны для работы. Я прямо даже свои вебинары, какие у меня там есть, у меня их больше, там почти по 300 штук подбирается, да, вот. Пожалуйста, пользуйтесь. Так, информация, сверхъекрат обязательно или не обязательно заказывать бумажные. Нет, Михаил, не надо заказывать. Оставить в личном кабинете, ну, для того, чтобы вы помнили, что у вас есть не всегда, чтобы лезть в личный кабинет, сделайте скриншот. с этого сертификата, который там есть, у вас как бы подборка, и поставьте у себя где-то в документах, пускай он у вас будет. Время от времени не обновляйте, потому что, ну, всяко бывает, понимаете. Ведь представьте себе, фу-фу-фу, как говорится, электроника, она есть электроника, но вдруг, вот, как говаривает, вдруг произойдет какой-то электронный взрыв, электронный я имею в виду, все сотрется везде, а у вас где-то там в вашем, значит, будет, распечатайте себе, да, то есть, не мешает, а то, чтобы у вас там на бумаге было бы это, знаете, там, нарисовать можно что угодно, если доллар рисует налево и на право. Значит, скорее всего, при приглашении в проект опасно для жизни и денег, скорее все перестанут, так, сертификаты обязательно или не обязательно заказы, так, Ирина, скорее все перестанут приглашать проект опасно для жизни и денег. Ну, Ирина, это ваша позиция, она может иметь место быть, ничего опасного нету, просто мы оговариваем правила. Понимаете, вот, значит, нельзя быть команде или двум командам, которые выбежали, или одной команде даже, которая выбежала на поле без правил, и каждому мы один гонит мяч туда и говорит, нет, бить можно там, значит, куда хочу, подбегаю, офсайта нету, могу подбегать к воротам и бить. Ватер говорит, нет, тебе нельзя забегать за моих игроков и так далее, и так далее, то есть, масса, масса разных, это правила, дорогие друзья, они не сложные, они очень простые, они регулируют, ведь у нас впереди большая работа, поэтому сейчас идет утряска, приведение в порядок всего того, до чего руки не докадали, вот и все, и ничего тут страшного нет, если для вас, Ирина, это страшно, ну что поделаешь, ничего не поделаешь, значит, для вас страшно. Владимир, а где это еще раз посмотреть договор, договор есть, так, 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 сейчас я вам сюда, значит, Алексей, Алексей у нас есть, здесь нет Алексея, вы знаете, я на чате, я сейчас запишу себе, чтобы не забыть, да, договор, договор, у вас должен быть в документах, значит, я ссылку, ссылку, ссылку выставлю в чате целевые проекты, так, так, Ирина, Новгород, так, есть еще вопросы, пока нету, да, пока нету, все, идем дальше, дорогие друзья, значит, десятый этап, одиннадцатый, вы, те, кто пораньше сегодня зашли на сайт, ой, извиняюсь, на вебинар, официально услышали от компании, в других источниках было, что с одиннадцатого апреля двадцать три пятьдесят пять, или там двадцать три пятьдесят, сколько-то там, да, я уже забыл, пока слушал, значит, мы переходим на одиннадцатый, да, вообще мы вас и поздравляем, что значит, я вот просмотрел финансовый план, и хотел, и хочу с вами поделиться следующими вещами, это очень важно знать, Эмиль, кстати, и вам тоже, вы умный человек, вы хорошо разбираетесь в информации, но комментировать, прослушайте внимательно, значит, что десятый этап, дорогие друзья, он, значит, продлился у нас шесть месяцев по времени, с точки А, с сентября прошлого года, или нет, с конца сентября, там, и вот, скажем, до конца, ну, до марта, я по месяцам беру просто, вот, задержкой в двенадцать месяцев был начат десятый, то есть, должен был бы год раньше, наверное, быть начат, по финансовому плану не шесть месяцев, а четыре месяца должно было быть десятым этапом, да, вот, но тем не менее, впереди одиннадцатый, дорогие друзья, и, несмотря на то, что у нас десятый этап прошел, как он прошел, все работы десятого этапа перевыполнены, понимаете, хотя, финансы поступали так, как они поступали, поступают, вот, но тем не менее, работы выполнены за исключением, значит, есть так называемая, как я уже неоднократно говорил, документация, различные разрешительные документы и так далее, по высокоскоростной, по сертификации высокоскоростной технологии Скайвей, транспортной технологии, есть отставание по ее реализации в металле и на территории, все остальное перевыполнено и уже даже, как мы и говорили, специально была создана группа по развитию юнилета, и эта работа ведется, то есть работа идет в определенном смысле и на опережение, и что это значит у нас с одиннадцатым этапом, да, одиннадцатый этап, по бизнесу, или, скажем, и по бизнесу, и по финансовому плану, это четыре месяца, апрель, значит, по нему, но, вот, говорит, как сибиряков, повторяю его логику, что-то мне подсказывает, что это произойдет значительно быстрее, дорогие друзья, если вы внимательно следите за информацией, которая подается из различных источников, сравнивайте, делайте свои выводы, но вопрос не в том, выигрывают, проиграют, мы постоянно только выигрываем, мы выигрываем от того, ведь на ситуацию по-разному можно посмотреть, можно посмотреть, ой, вот сейчас меняется, значит, меняется сейчас у нас этап, дисконт меняется, но смотрите, как развивается технология, что нам важнее, сегодня прикупить, или сегодня проинвестировать, и, значит, оказаться там, ну, как бы, определенную большую сумму, за меньшую себестоимость, будем так сказать, скажем, за счет инвестиций, да, по такому дисконту, и быть готовым быстро продать, нет, мы сегодня инвестируем в завтрашний, послезавтрашний день, мы инвестируем в природу, дорогие друзья, о чем мы в самом начале с вами говорили, и это никогда не стоит забывать, понимаете, и совсем другое дело, посмотрите на информацию, которая идет параллельно, что происходит, я всегда, ну, в первом начале был сегодня тоже покажен, этапы развития Skyway, но это вообще, за последние два года, дорогие друзья, это практически сделано за два года, все, 2017-2016 год, все, а предполагалось за сколько, за три с половиной года, то есть, большинство работ сделано, поэтому, здесь, на одиннадцатом этапе, у нас выделено, здесь было 5 миллиардов залоговых акций, здесь, ну, доли кому-то, если это удобно, да, здесь 4 уже миллиарда, но, здесь было 25 миллионов инвестировок, и здесь 25 миллионов, чтобы осуществить работы, что важное, я выделил по одиннадцатому этапу, это, естественно, мощно сейчас, здесь перераспределяются финансовые потоки, но, работы, которые на одиннадцатом этапе следуют и будут осуществлены, они ведутся и на десятом, но с разными, ну, скажем, наполнением, работы по сравнению, опытно-промышленной и производственной базы холдинга, холдинга, международного холдинга, не только в Республике Беларусь, но и за ее, за ее пределами, я пока тут ездил, значит, не совсем был в информационном потоке, с радостью воспринял то, что сейчас продвигается, три раза сплюну, постучу по дереву, я прошу прощения, значит, что Беларусь, Беларусь, наконец-то, все-таки, тоже находит возможность, даст Бог, это так, и ситуация пройдет, что и там будет скоростная построена, ведь все-таки там было, предполагалось это делать, и под многие стандарты, это было бы проще сделать там, это факт, но, вот, ситуация научила, и подготовлено все, где, но и в других странах, причем не в одной, время покажет, а Анатолий Эдуардович озвучит это все дело, дорогие, работы с заказчиками со всего мира, по адресным проектам, грузовых, городских, и высокоскоростных, международных скорей систем, то, что нет еще сертификации на высокоскоростной, ничего не меняет, очень большой, как бы, уклон, или, скажем, акцент, акцент в этом, на единственном этапе будет на грузовые, различные решения грузовых транспортных систем, и, естественно, высокоскоростной, потому что, скажем, это сертификационная трасса, и плюс один-два проекта, мы не потянем сегодня больше проектов, это мое мнение, мое массовое демира, вот, но, тем не менее, работы ведутся, работы по созданию научного, испытательного, технологического, эксплуатационного оборудования, ведь, опять-таки, сегодня показывали, что делается в нашем личном производстве, Скайвея, нашего концерна, или нашего холдинга, в Минске, но, это же не просто так, это и создание базы, это создание своей личной базы, это независимость от подрядчиков, каких-то там, и так далее, ну, и создание своей технологии, вот, и поэтому это все необходимо создавать, и эта работа тоже ведется, и последнее, продолжение, строительно-монтажных работ в ЭК-технопарке, они никогда не будут, кто-то говорит, я когда-то говорил, Эмиль, говорил, каюсь, что будет закончено, будет данную эксплуатацию, проскакивай, но, если разумно подумать, и быть логичным до конца, то, естественно, ЭК-технопарк, и Юницкий это повторяет, от раза к разу, что, ЭК-технопарк, который построен в Марьиной Горке, он никогда не прекратит строиться, то есть, у него постоянно, будет что-то развиваться, будет испытываться, будет укрепляться, будет дополняться, уже там сейчас будет несколько трасс, независимо от того, там будет под наклоном, не будет под наклоном, значит, трасса, будет, будут ее делать, но это не первостепенный, если бы в Индии пошло, это активно, этот проект, и это тоже еще, это не закончено, это будет еще, но это займет время, это займет, значит, бюрократические действия, по определенным причинам, не буду вдаваться в эти подробности, понимаете, вот, но это будет, и поэтому надо делать, не, значит, ни в одном штате, в другом, не в Индии, в Индонезии, не там еще где-то, поэтому это будет делаться, поэтому, дорогие друзья, на одиннадцатом этапе, вот, четыре основных, как бы, группы действий, там еще есть, что надо делать, но здесь все продолжается, причем интенсивно, и нету в бизнес-плане, или нету в финансовом плане, можно только один, или несколько направлений здесь посмотреть, адресные проекты, вот видите, работы с заказчиками со всего мира, по адресным проектам, предполагалось, когда писалось это, что подготовка и обсуждение, но вот говорит мне мое чувство, что начнется уже, значит, работа, где, действительно, как у нас эстонцы говорят, строительство, это когда лопата вбивается в землю, а лопату можно в землю воткнуть, тогда, когда есть разрешение на строительство, вот, я понимаю адресный проект, начат тогда, когда он доведен, как мы с вами говорили, по шкале времени, до момента начала строительных работ, потому что для нас это абсолютно новый опыт, хотя опыт есть уже в экотехнопарке, и экотехнопарк это опыт отработки технологий, и совсем другое дело, это уже в открытой местности, использование этой технологии, применительно конкретной стране, конкретной территории, конкретному участку земли. Так, спасибо, Алексей дал ссылку, я у себя вычеркиваю это, так, так, там есть вопросы, сейчас я, друзья, вам скажу, отвечу, если сумею. Уважаемый Владимир, Павлиус Каунас, я хочу спросить, почему спецпредложения для инвестировавших в ранние этапы представляются только для капитал инвесторов, а спросите в РСВ, что такое справедливо, Павлиус, мы работаем, может быть, РСВ это сделает, может быть, не сделает, понимаете, РСВ это немножко другая история создания, мы-то работаем, 2016-2017 год, очень мощно создавая систему, у РСВ это не задача, у нее другая задача стояла, сейчас не буду, опять это мое мнение, значит, а капитал, скорее капитал, создавалась и создается, сейчас продолжается, интенсивное обучение начатое, именно в направлении того, чтобы была мощная структура, структура, структуры, которые могли бы вести свой бизнес, поддерживая проекты, скорее, по всему миру, вот поэтому, к улье, эти правила относятся к капитал, и не относятся к корневой, да, конечно, потому что, это же ведь сделано, в нашем кабинете, это наши правила, так что, все правильно, все правильно, да, Наталья, так, Михайлова, Татьяна, Наталья, в разделе партнеры, план вознаграждения, изустранической, соответственно, да, вот есть, да, да, все раньше произойдет, спасибо, попал, да, да, я знаю, что там они должны были тоже сделать, но немножко отстают, как бы, по ходу, так, ну я, так, тут идет дискуссия небольшая, так, так, по году, к сожалению, не в курсе, ну и слава богу, ничего страшного, то что ушло, то ушло, предложение по 12, вот так, 18, 17, так, 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 тут как что-то написано, кириллицей, то есть не кириллицей, а латиницей, не сказать, что там есть, возможно, не покупать, какой там, видимо, видмарс, рига, как это на просрочку, нам идет какое-то тоже обсуждение, да, конечно, это договор в нашей компании, установленной, ну а его вроде бы там уже и показывали, Димон, да, сейчас я все понимаю, ага, все, понял, так, таким образом, дорогие друзья, понятно, да, что, что у нас с 11 этапом, и здесь я не примену, я уже раз показывал, еще раз хочу вам показать, вот что важно в принятии решений, это всегда и со всех, это может быть всегда достаточно длинное время, с достаточно большим эффектом, но может быть ограничено по времени, каким-то образом, но только с одного проекта икс, да, этот сам проект по себе может быть очень интересный, там вопрос, слава богу, что вот то, о чем Сибиряков говорил, и Суходой говорят, что наши инвесторы будут иметь, вот за счет того, что они лояльны, и так далее, и так далее, не совсем по правилам бизнеса, но по партнерским правилам, это правильно, и это мое мнение, опять-таки, чтобы у инвестора, который инвестирует в Skyway технологию, он создает базу для того, чтобы и этот проект заработал, и тогда ему есть возможность в этом проекте определенные преференции иметь, чтобы получить не только, значит, токены, приобретая токены, потому что это уже начинается бизнес, а получить еще и акции проекта, это нормально, я считаю, это очень правильное решение, поэтому это всегда следует учитывать, так, ага, тут появился, вот это как пришло письмо в личный кабинет, об изменении договора, удалил со всех страниц, все видеоролики, правильно, правильно, Беридорский Павел, молодец, вот толковые люди, сильно не расстраивался, правильно, спасибо за информацию, спасибо за мнение, абсолютно, вот это разговор проактивного человека, который понимает ситуацию, не хватается за то, что, ой, я столько поработал, я сделал, теперь надо убирать, я проиграл, нет, ты выиграл, ты проработал этот материал, не важно, были, может быть, ошибки, были что-то криво сделано, всякое бывает, я ошибаюсь, естественно, и прав, Эмиль, иногда у меня срывается что-то не то, немножко раньше, или еще что-то, бывает, мы все, значит, грешны, в своем, в своем существе, но ничего страшного, самое важное, правильно понять, принять правильное решение, и быть, именно, скажем, быть именно положительным, быть, созидательным в этом плане, созидательным, созидание, вот это важно, дорогие друзья, а что-то я не совсем понял, Сибиряков говорил, Сибиряков говорил, могут выгнать из Белоруссии, или я что-то не так понял, нет, мы не так поняли, скорее всего, выгнать откуда угодно могут, понимаете, но это не такой, что-то, что значит выгнать, какой это будет посыл, предположим, вот какое-то стране, давайте не на себе это разбирать, знаете, как медики говорят, давайте в целом разбирать случай, в какой-то отдельно взятой стране, какой-то проект, в который люди из 20, из 240 стран и регионов мира вложили свои средства, прокредитовали, и вдруг кто-то начнет выгонять, какой это посыл будет, на этой стране можно поставить крест, международный крест, ее начнут изолировать, и бог знает еще, что там делать, понимаете, хотя дури может хватить в этой стране, там, в какой-то отдельно взятой стране, что-то начинать прижимать, но это не все так просто, если бы это был простой проект, если бы это инвестировал один или два инвестора, то это можно было бы заткнуть, а Ленинский правильно говорит, Анатолий Дарвич, мудрый человек, что не так просто нас задушить, не важно, где бы мы ни были, Беларусь, Россия, Индонезия, или еще где-то, нас много, все не так просто, так, мне нужно выдумывать, правильно, Таисия, это на всякий случай, Иланова, Людмила, на каждом проекте будет заключаться на адресном проекте, не понял вопроса, так, Владимир, может ли, так, что первый адресный проект будет завершен раньше, чем закончится, вы знаете, я думаю, что нет, что такое адресный проект, вот я удалил, я сейчас попробую найти прошлое, смотрите, я сейчас включу быстро прошлый вебинар, вот смотрите, там не прошлый, прошлый вебинар был, там есть, вот смотрите, что такое адресный проект, адресный проект, дорогие друзья, он занимает, предположим, мы уже прошли до сих пор, вот, лопата нигде в землю, вот, здесь место, где лопата в землю забивается, вот оно здесь, от этого еще требуется, пол, от полугода до пяти лет, в среднем, это не факт, от полугода, то есть, как только, сигнал для вас, кто там задает вопрос, значит, Михаил, а нет, Каунас, Павлиус, вот для вас сигнал, как только первая лопата будет землю где-то сбита, полгода, 15-й так завершится, как, то есть, раньше, скорее всего, так, хочу понять, от чего, так, хочу понять, от чего будут получать деньги, прибыль от акций, от сертификатов, тут, 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 Михаил, у вас каша в голове, я прошу прощения, хорошо, что вы признаетесь, задаете вопрос, задал вопрос, до этого момента не знал, смотрите, значит, хочу понять, я от чего буду получать деньги, вы будете получать деньги, от прибыли, которые получает Global Transport Investment, она эту прибыль, в виде дохода, перечисляет, в одну и вторую компанию, и вам, как акционеру здесь, или здесь, или и здесь, и здесь, все зависит от того, где вы и как инвестировали, или вернее, когда и как инвестировали, вы получаете дивиденды, но, вы получаете дивиденды, пропорционально тому, сколько у вас, на вашем имени, акций, сейчас, в регистре, в реестре компании, Евразин, Рейл Скайли Систем Холдинг 2, или Евразин, Рейл Скайли Систем Холдинг, понятно, да, вот, от акций, а сертификат, это документ, который показывает, что вам, столько-то, 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 поэтому, значит, процесс, вот, если, предположим бы, в этом году, начали бы выплачивать, по результатам прошлого года, дивиденды, то это значило бы, чтобы все, акционеры, должны были бы сообщить, счета, банковские счета, банковские, дорогие друзья, счета, или какие-то их доходные, электронные средства, получения дивидендов, да, вот, куда им перечислить, но, что это значит, из реестра, или вот, в соответствии с сертификатом, пробегутся, смотрят там, как ваша фамилия там, была, значит, Павлиус, смотрят, или фамилию я не знаю вашу, посмотрели, значит, столько-то там, все, на одну акцию, столько-то дивидендов, дивиденды высчитываются на одну акцию, и, номинальная акция, в один доллар, на этот доллар, дивиденды там, от 0,00, а дня, одного доллара, до 10 долларов, до 100 долларов, по-всякому, там, в чате целевых проектов, там, хороший пример был, с Газпромом, вот, да, так есть, друзья, и нас это ждет, надо готовиться, так, сертификация документов, правильно, залоговых акций, дивиденды рассчитываются, спасибо, вот, я тут пока распылялся, Светлана, значит, Сергеева посады, все хорошо объяснила, этим можно растянуться, ну, что такое, растянутся этапы, я вам показывал, как, как у нас этапы были, значит, с, здесь, на известном потолке, ну, да, не совсем так, фамилия на потолке, это другое дело, Лилея, так, есть еще вопросы, дорогие друзья, если нет вопросов, то давайте сейчас тогда пойдем еще дальше, так, а, вот, по адресному проекту тогда еще раз, здесь есть таблица, видите, да, что, первый месяц, видите, это по месяцам, ну, ладно, не будем сейчас даваться тут, не тема нашего сегодняшнего разговора с вами, и теперь на завершение хочу вам сказать, завершается, практически завершился, десятый этап, с очень хорошими предложениями, вот, по переходу, по построению своей инвестиционной стратегии, тактики, вот, но, я повторяюсь, ничего нового не говорю, какой свой вклад, задайте себе вопросы, в общее дело, я еще могу, еще могу сделать, и это не значит, что я должен последнюю рубашку снять, бежать, куда-то что-то закладывать, нет, что я могу сделать, как я это сделаю, а что самое простое, поднять, свой, значит, свое тело, полностью, не отдельные его части, вот, поднять тело, и посмотреть, кому еще можно рассказать об этом, об этой прекраснейшей технологии, вы не представляете, как у людей загорались глаза, у американцев, они говорят, мы вам так завидуем, это же такой транспорт, это же забитый, у городов, там, большая идет, здоровенная идет, трасса, там, начинается из Майами, и уходит на север, трасса номер один, вдоль берега, атлантического побережья идет, да, вроде бы, едешь, 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 как только подъезжаешь к какому-то пункту населенному, на развязке начинается свистопляска, не дай бог еще там что-то случится, полиция, а у них привычка сразу не менее 6-7 полицейских машин, они уже забивают дорогу, я уже не говорю о том, там, как это, маленький кого-то туркнули, опять 6 машин, они все забили, им наплевать на все, все стоят, тупо стоят, понимаете, грузы стоят, люди стоят, это абсолютно какой-то беспредел, это не только там, а там тем более, вот, поэтому информацию, информацию людям сегодня, этим самым мы способствуем выходу технологий, этим мы способствуем, почему? нашему бизнесу, это я не устану повторять, что одно дело, я сегодня проинвестировал, ушел в другую комнату, гурить табак, и жду, когда вы все что-то сделаете, когда технологию сделают, не ударив больше палец о палец, и совсем другое дело, что я делюсь информацией, хожу, людям рассказываю, не могу людям рассказывать, но тогда еще что-то делаю, понимаете, подумайте, что, да, может быть, пересмотреть свой бюджет, посмотреть, отложить покупку машин, потому что машина, она завтра уже ничего не будет стоить, а вот, с тем, во что мы инвестируем, это совсем другая история, друзья, как я это буду делать, когда я это сделаю, какой ресурс я для этого имею, что мне для этого еще нужно, выяснил, и опять, что, как, когда, и вот, это так называемый, пять пунктов, которые крутятся, это не только в Skyway, это в любом деле, всегда рекомендую, воспользоваться этой схемой, дорогие друзья, так, я зарегистрировал на капитале, могу ли здесь, после окончания корневой кампании, участвовать, вадик, но, конечно, можете, не только после окончания, значит, Людмила, у вас, вы пользуетесь словами, но, не совсем правильно, не корневой кампании, а после окончания возможности входа, значит, вот в эти корневые кампании, входа в корневую, корневая кампания Global Transport Investment, но мы являемся ее, как бы, не прямыми, а косвенными акционерами, через Евразия НРЛСК, Авиэстисмент Холдинг 2, Евразия НРЛСК, да, скоро, выделенные для этого проекта, залоговые акции завершатся, а еще до этого, начнутся адресные проекты, вот, адресные проекты, может быть, здесь начинать, выпускаются там другие уже акции, токенизируются, или монетизируются и так далее, там и другое, да, конечно, адресные проекты, именно SkyWay, все, все вполне возможно, так, если нет вопросов, дорогие друзья, я с дороги, а еще есть вопрос, так, в декабре приобрел пакет, не на транс, скажите, возможно ли как-то зарезервировать за собой монету, так как в это все, я там, если не попаду, вы знаете, не могу вам сказать, вопрос интересный, Павел, что ее получить можно только там, я, а, нет, можно, если монеты там выделяются, я сейчас точно не знаю, какой там пакет, значит, можно, конечно, все, кто проинвестировали, все монеты получают, это процесс непростой, там, их разослать, там, региональному куратору региона, попросите, они на Экофесте получат, их привезут, так что, ничего страшного, да, правильно, правильно, время, можно, но с друзьями там несколько иначе, там надо доверенность писать, а куратора есть четкая информация, потому, там вдруг один может прийти, много чего набрать, ну, это так, я к слову, не совсем так надо делать, поэтому, дорогие друзья, если есть вопросы, здесь мой скайп, здесь есть мой имейл, вот, и в чате целевые проекты скайпе, чат становится все более и более профессиональным, там, я благодарю всех своих помощников, которые модераторами выступают, Татьяну очень благодарю, Алексея, Олега и других, вот, и поэтому и вас благодарю, что вы меня внимательно слушали и вытерпели, вот, желаю всем всего доброго и, значит, поститься неделю, а у нас здесь в Европе, у других, у другой части христиан, сейчас именно пятница страстная, завтра, вот, и праздновать Пасху. Спасибо, берегите себя, своих близких, делайте правильные, мудрые решения и развивайтесь, иначе мы не придем в светлое будущее, а мы туда придем, независимо от того, как кто-то из нас отдельно решит. Всего вам доброго, строй сковей, спасай планету. Спасибо.